Давайте я расскажу еще про объявление, потому что вот этот пример получился такой совсем хороший, но в том плане, что несмотря на эту проблему, работает все достаточно неплохо. Бывают другие ситуации. Это, например, ситуация с списком космический запуск. То есть это список всех стартов, которые были произведены. В качестве источника данных здесь используется список, который поддерживает американец Джон Макдалова, кажется. Там есть данные о времени старта, типах ответ-носителя, типы полезной нагрузки, имени и международных идентификатов. Ну еще. Проблема в чем? Некоторые строчки из этих классных данных соответствуют военным запускам. И данные по типу нагрузки становятся известны только типом модели. До этого там либо примерный тип, либо просто какой-то совсем общий тип. К чему это приводит? К тому, что ставить записи этой базы данных регулярно отдаются. Ну и понятно, что практически каждый месяц происходит несколько новых стартов. То есть в этот базы данных тоже постоянно добавляют основные стартовки. То есть есть необходимость регулярно... Ну, в Википедии была создана статья со списком этих запусков. И была необходимость постоянно отправлять эту статью вслед за обновлениями исходной базы данных. И это проблема, потому что никакого подобного механизма сейчас в Википедии на мне потребителями не надо. Проблема скупляется чем? В Википедии, когда была создана первая версия этого списка, то другие редакторы Википедии, естественно, начали этот список модифицировать. Но модификации были в разных порах. Например, были модификации, связанные с оформлением просто этого списка. Но это решилось относительно просто. Подход был не совсем стандартный, но... Давайте поднимем. Там тоже были отделены данные от отображений. То есть все оформление статей было вынесено в отдельный шаблон. С одной статьей остались только данные. Это позволило снять часть проблем. То есть когда требовалось просто изменить оформление статей, просто люди меняли этот шаблон и ничего, никаких проблем это не создало. Хуже было, когда люди начинали пытаться исправлять какие-то ошибки в самих датах. Иногда не самообоснованно. Иногда понятно, что там вандализы мы делили это выглядит. Плотно смотрели кто-то в госпрочеке или еще что-то. Но иногда обоснованно. Проблема заключалась в чем? То есть приходит новая версия исходной базы данных. А здесь есть еще и целый много факторов. В результате механизм управления пришлось делать все-таки полуручным, когда к новой версии статьи вручную применяются те старые изменения, которые были сделаны. Механизм получился тяжелый, сразу скажу. Он требует и человеческого внимания, и объем работы обычно все-таки довольно большой. Несмотря на то, что часть этого механизма удалось автоматизировать и сделать некоторые у автоматов. Итак, давайте... Я могу приводить эти примеры дальше, но, пожалуй, на эти двух я смотрю. Дальше давайте я некоторые замечу три момента, которые мне показались довольно удачными в работе с подобного рода с постоянно отдавляющейся статьей. Во-первых, довольно удачно было решение разделения данных и отображения. Вот, кстати, проект на эти данные, я надеюсь, в этом сильно поможет. В том плане, что данные, скорее всего, уйдут в этот проект, а в самой википедии останется фабрирование. Я надеюсь, что данные. Еще одно довольно удачное решение, которое создало, это когда бод, который заливает данные, представляет собой простую программу, которая просто копирует данные. Если эти данные представлены в исходном источнике в каком-то неудобовленном виде, то есть в не тех единицах измерения с неудобным количеством знаков после запятого еще какого-то, то лучше не пытаться конвертировать это бодом, а лучше оставить это на механизм шагов. То есть пусть все эти программы лучше будут в самой википедии для того, чтобы редакторы могли в случае чего их исправить, заменить на что-то более качественное и так далее. А бодом все-таки лучше оставить, чем на мой работа. То есть очень простую работу, просто копируем это. При этом еще люди, по крайней мере, могут контролировать, что делают бодом. Еще одно вам довольно удачное решение, которое в нескольких случаях здорово работало, это когда данные разделялись на основные, то, что берется из исходной базы данных, и поправки к ним. То есть поправки лучше не пытаться исправить самую базу данных, а просто набор поправок хранить отдельно. Ну, если, конечно, у вас нет доступа к исходной базе данных, вы не можете ее поправить. Что все-таки осталось нерешено? Ну, не знаю, может быть, у кого-то будут предложения, ну или, по крайней мере, какие-то мысли. Полученные механизмы получились весьма здоровы. Плюс к этому они получились весьма не стандартные. В каждой конкретной ситуации механизм вот такого обновления приходилось делать заново. Система, в таком случае, получается, не полностью открыта, что действительно расходится, в принципе, в Википедии. То есть работа бота все равно остается, как бы, за кадром Википедии. Даже если выложить исходные коды, на самом деле, все равно мало там ниже B. Ну, еще одна проблема, которую я упоминал, это модернизация бота отдельной страницы. Ну, и еще одна проблема, это фактическое отсутствие заменимости автора подобной системы. То есть, если, например, у меня будут какие-то проблемы с каналом, какие-то проблемы с личной жизнью или еще что-то, то по факту заменить вот такого автора будет отдельно. Потому что механизмы сложные и даже при этом очень тяжелые. Ну, собственно говоря, на этом можно перейти к вопросам обсуждений.